Добрый день. Слышно меня? Да. Сегодня у нас криптография. Давайте начнем. Федорина Эрнест Васильевич. Есть? Его нету, он скоро зайдет. Ну хорошо, давайте. Артамонов Тимофей Евгеньевич. А, да, здесь. Сейчас включу демонстрацию. Да, давайте на весь экран, пожалуйста. Так. Сейчас. Вот так вот, да. Хорошо. Так. Добрый день. Меня зовут Артамонов Тимофей. Сегодня у нас доклад по теме инфраструктуры открытых ключей. Информация обо мне. Ссылка на Магитхаб. Я его по МКНБД. Начнем. В этой работе мы определим инфраструктуру открытых ключей и постараемся разобраться в ее работе. Значит, также мы дадим определение инфраструктуры, рассмотрим основные идеи архитектуры PKI и прогнозируем безопасность каждого вида. Значит, начнем с общих сведений. Поговорим сначала про определение. Инфраструктура открытых ключей или паблики инфраструктуры, или же PKI сокращенно. Это набор следств, включая аппаратное программное обеспечение и прочее, которые позволяют нам взаимодействовать с цифровыми сертификатами. И вся эта система основана на шифровании с ключевой парой. Соответственно, шифрование с помощью открытых ключей или же криптографическая система с открытым ключом. Это такая система шифрования, ну или же электронной подписи, в которой у нас шифрование и дешифрование, она находится с помощью пары ключей, открытого и закрытого. Они генерируются вместе. Открытый ключ – это публичная часть ключа, которую владелец ключа отправляет как бы тому, кто ему будет отправлять данные. А закрытую часть ключа он держит у себя на компьютере, чтобы, соответственно, с помощью открытой части ключа он шифрует данные, а с помощью закрытой – дешифрует. И закрытый ключ находится только у владельца, чтобы данные могли передаваться защищенно, и расшифровать их мог только владелец. Вот. Соответственно, вот на схемке, как это все происходит. То есть сначала у нас… мышки не видно, а, блин. Сначала у нас генерируются ключи, открытый ключ и закрытый. С помощью… мы отправляем по открытому каналу связи открытый ключ тому, кто будет нам направлять данные. Он свои незашифрованные данные шифрует с помощью открытого ключа, передает также по открытому каналу уже зашифрованные данные нам. Мы с помощью нашей закрытой части ключа дешифруем эти данные и получаем исходные данные. То есть в целом кажется, что такая система достаточно безопасна, потому что закрытый ключ есть только у нас, только мы можем читать эту информацию. На самом деле такая схема уязвима для такой атаки, которая называется «человек посередине». То есть если у нас условный злоумышленник встанет посередине и перехватит на этапе отправки открытого ключа наш открытый ключ, то он сможет сгенерировать свою пару ключей, он отправит открытый ключ свой тому, кто будет отправлять нам данные, и таким образом он сможет читать сообщения, которые будут отправляться нам, потому что он сначала будет их дешифровать своим ключом, а потом снова зашифровывать нашим ключом, который он перехватил. И ни одна из сторон не будет догадываться о том, что между ними кто-то стоит и их данные кто-то читает. И в этом случае нам нужна какая-то третья сторона, и здесь нам приходит на помощь удостоверяющий центр, который является одной из ключевых деталей в PKI. Соответственно, у нас в основе PKI лежат следующие принципы. У нас закрытый ключ известен только владельцу, удостоверяющий центр, а создается свой сертификат, который ставит на него свою подпись электронную. Этот сертификат от этого ключа удостоверяет, что закрытый ключ известен только владельцу, а открытый свободно передается. И в этой системе у нас никто никому не доверяет, но при этом все доверяют центру, удостоверяющему центру. И удостоверяющий центр проверяет принадлежит ли открытый ключ открытому человеку, который владеет этим закрытым ключом. Закрытой частью ключа. На картинке можно видеть схему, как у нас проходят все проверки при разделении обязанностей этого удостоверяющего центра на подцентры. И в этой системе у нас выделяют несколько архитектур, а именно простую, иерархическую, сетевую, классифицированные, корпоративные, и есть еще также архитектура мостового цена. Мы поговорим сегодня только про первые три, потому что четвертое – это объединение иерархическое, и сетевое, а пятое – это надстройка над четвертой в попытке упростить ее сложную систему. Соответственно, первые три – они более такие декладные и общие. Соответственно, перейдем к видам. Начнем с простой. Это, соответственно, самая простая система, где есть только один удостоверяющий центр, который и проводит проверку подлинности ключей. Если вспомнить предыдущий пример, где мы компрометировали ключи, то тогда у нас пас водостоверяющий центр, и следующий логичный шаг – это скомпрометировать уже водостоверяющий центр. И в этом случае ему будет необходимо перевыпустить все свои сертификаты, чтобы продолжить нормальную работу. Соответственно, далее более сложная система иерархическая. У нас в этой архитектуре из УЦ выстраивается иерархия. Каждый УЦ подчиняется вышестоящему, вплоть до главного. И в этом случае у нас получается каждый удостоверяющий центр выписывает сертификат нижестоящим. И если какой-то, кроме главного УЦ, будет скомпрометирован, то вся система продолжит работать, пока этот центр не установит свою работоспособность. И далее уже самая безопасная, как мне кажется, сетевая PKI. В этом случае у нас также несколько УЦ, но между ними не иерархические отношения, а равноправные. А у нас, получается, каждый центр доверяет только соседним центрам. И в этом случае также, получается, каждый центр выписывает соседним сертификатом. И с такой архитектурой, независимо от того, какой центр будет скомпрометирован, система продолжит функционировать. В этом случае у нас просто тот центр, который выпустил для скомпрометированного сертификата, обзывает его, и у нас этот УЗ, получается, из системы удаляется. Получается, у нас эта система очень легко масштабируется, но тут наиболее сложное построение цепочки сертификации, потому что один центр дает другому сертификат, тот другому. Мы там достаточно сложное отношение. И поговорим про то, где это вообще применяется. Самое распространенное – это электронная подпись, шифрование, сообщение и авторизация. Соответственно, в электронной подписи у нас сторона А вычисляет хэш-функцию для документа. Это значение у нас шифруется с помощью закрытого ключа, получая электронную подпись. И у нас сторона Б получает документ электронной подписи сертификат, но точнее ссылку на сертификат страны А, и верифицирует сертификат этого ключа страна в удостоверяющем центре. И в таком случае, если у нас проверка проходит, то мы получаем, что сертификат страны А действительный, и документ будет подписан страной. А в шифровании сообщения также у нас получается, если сторона Б зашифровывает документ к этому ключу, вот то, о чем я говорил, чтобы убедиться, что открытый ключ принадлежит стране, страна Б сброшет сертификат в этом удостоверяющем центре. Ну и, соответственно, если так же проект проходит, то страна может расшифровать сообщения. Ну и для авторизации это используется. Вот я тоже... У нас на работе есть сертификаты аутентификационные. Один из них вот как раз-таки с помощью которого производится аутентификация на различных сайтах и доступ к различным ресурсам. Вот, соответственно, тут тоже могут быть разные права. Например, можно просматривать информацию, вносить какие-то изменения в материалы, представленные на веб-ресурсах. Соответственно, перейдем уже к заключению. Мы рассмотрели такую систему, как инфраструктура открытых ключей и разобрались в ее работе, рассмотрели различные архитектуры и сравнили их по безопасности. И вот здесь открытые архитектуры. Спасибо. На этом все. Спасибо. Хорошо. Все достаточно объемно доложено. Дмитрий Сергеевич, а если есть вопросы по оцениванию, то как сейчас можно будет обсудить? Или вам лично? Нет, потом лично. Значит, Федорина появился, нет? Да, появился. Да, давайте. Так, сейчас. Да, на весь экран давайте. Все, хорошо. Да, хорошо. Все, тогда я начинаю. Значит, у меня еще раз всем с доступом неадекватная тема цифровой площадки. Развивание у нас, Стас Ильич, немножко информации обо мне. Хорошо. Далее. Что такое вообще цифровая подпись? Большинство из нас с ней сталкивались. И с целым с ростом цифровизации и аксима перехода к электронному документообороту с чаще-части мы сталкиваемся с таким явлением, как цифровая подпись. Потому что это ключевой инструмент, который обеспечивает подлинность электронных сообщений и документов. А также для некоторых видов электронной подписи предусмотрена юридическая сила. Эти документы подписаны могут быть на юридическую сила. Вот. Значит, куда? Подтяжный этап, автостутый, мы снять данных, защищать данные на отмене после подписания. И вот, то, что я говорил, по-недийской сила. Электронная цифровая подпись, ее можно еще заменить, как видеобритатура, поставить ЭЦП, может полностью изменить рукописьную подпись при определенных условиях, о которых мы далее поговорим. Давайте сначала поговорим про историю возникновения электронной подписи. Все началось еще в 1976 году. Диффи и Хеллман предложили осиметричное шифрование. Это было как зарождение первая идея создания электронной подписи в это время. Вот. С осиметричной криптографией. В релых криптографии можно было использовать два ключа. Один закрыто криптшифрование, другой закрыто. И тоже потом поговорим про это. А в 1977 году уже появился разработан первый РСА-алгоритм, который стал целым основой для цифровой подписи в последующий. Вот потом, в 1924 году исследователями были предложены какие-то вольт-стройки требования безопасности электронных ключей. Была придумана схема GMR. Вот. И в 90-х и до тысячных уже электронная подпись начала не тратая банковскую сферу, например, то есть пруденция начала применяться и так далее. Вот. И в 2002 году уже вышел федеральный звон, который рекомендовал эту фрону подпись. Люблю ее применение. Далее. Поговорим про принципы работы. Значит, для начала что хочу сказать. Сама подпись основывается на асимметричном шифровании. используется пара ключей открытый-закрытый. Закрытый вкладился для создания подписи, открытый позволяет прочитать и проверить его поливленность. Вот. Основные, это по-моему, такие решения документа, когда документ просто превратится в хэш. Вот. Дальше шифрует закрытым ключом. он здесь не только владельцу и как бы это делает все подпись уникальный. Данные передаются и далее получать расшифровывать с помощью открытого ключа. расшифрованный и вычисленный хэш совпадает, тогда это подтверждает поливленность подписи и наш документ значит сверенный и целостный. Дальше какие у нас бывают виды их подписью. Первый это простая первая первая подписи это простые подписи как пинкоды пароли то есть когда нам нужно что-то в приложении когда нам нужно нам приходит смс чтобы перевод средств или что угодно для аутентификации код первичного на каком сайте вот и так далее то есть она не имеет теоретической силы вот она служит только для того чтобы получить доступ куда-то в кабинет на совершение пикпопоседневых операций вот и представляет также достаточно безопасность ценах вот то есть для подписания важных документов не следует использовать такой электронной подпись дальше у нас есть не квалифицированная электронная подпись которая уже более сложна вот и для каких-то не документов в компании ее уже можно использовать вот но ее использование также ограничено рамками вылуперних каких-то документов организации в суде без каких-то дополнительных соглашений и вводных есть квалифицированная электронная подпись которая самая надежная и защищенная потому что она подтверждает сертификатом который выдает этот типовый центр и также она имеет полную юридическую силу вот например в каких-то контрактах в обуви рекларациях чтобы зарегистрировать предприятие участных шкиф торгов можно использовать эту подпись и даже нужно сделать все дистанционно то есть это самый полезный самый юридический подкрепленный вид электронной подпись давайте поговорим про преимущества и недостатки у вас есть несколько преимуществ это безопасность то что особенно вот коэффициентная электронная подпись она использует современные криптографические методы и достаточно высокие защиты особенно когда вы понимаете интернет пространство и при правильном обращении с ключами поделать электронную подпись архитически не нужно далее это юридическая сила то что при правильных условиях при выборе квалифицированной подпись она имеет электрическую силу и можно на дистанции подписать какие-то важные документы и снижает затраты бумажные носители филические доставки документов и людей которые будут подписывать дальше у нас не тапки есть стоимость потребует финансовые затраты подразделения будут затронуты немножко ограничения потому что некоторые организации могут использовать какие-то специальные сертификации для работы на своих платформах технические сложности которые каждому человеку потребуется чуть больше знаний и чуть больше лампов в работе с криптовалют физическим ключом и и кикарной это все они с бумажкой с документом на бумажном носителе и давайте перейдем к заключению цифрово цифровой цифровой безопасно и доставляет другие службы при работе с культурами информатом взаимодействия подпись расширяет сферу применения и дает нам электронный документ оборот преподносит нам более безопасным и удобным как бы она становится основным инструментом для взаимодействия в вашем цифровом мире на этом у меня все спасибо спасибо ну общие вопросы освещены а вы как применяете цифровую подпись ну вот у меня на стажировке у нас там через через ВК какое-то приложение мы перейдем на электрон документа оборот и нам нужно когда-то раз подписывать документы определенные которые я не знаю там связаны или зарплаты или с отпуском например подписать нужно и просто заходим и все и с двух сторон это все происходит практически одновременно то есть мне очень помогает подпись ну да это у вас технически она у вас как хранится на носителе на ком-то или на компьютере или в облаке я думаю что она хранится в облаке потому что там с помощью платформы подтверждения облачное хранение спасибо большое спасибо спасибо нзита котенди есть нзиты нету маслова анастасия нету маслова литинь отсутствует ганджа лунь отсутствует бабенко артем сергеевич да здравствуйте здесь да давайте сейчас вы видите экран да на весь экран пожалуйста сделайте да хорошо здравствуйте представляю ваше внимание доклад вы исчезли сейчас да сейчас так а сейчас подключились опять все хорошо так видно да здравствуйте представляю ваше внимание доклад на тему электронная цифровая подпись механизмы цифровой подписи так так сейчас ой что-то оно дальше не листается не подскажете как тут переходить к следующему слайду а вот все на данном слайде представлена информация обо мне так начнем с определения и значения электронной цифровой подписи электронная цифровая подпись это реквизит электронного документа подтверждающий ее принадлежность автору и фиксирующие любые изменения, внесенные в документ после его подписания. Использовать электронную подпись могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. В некоторых случаях электронная подпись – это необходимость. Например, сдача отчетности в государственные контролирующие органы для большинства категорий налогоплательщиков возможно только в электронном виде. Для участия в электронных торгах тоже нужна электронная подпись. В иных случаях она не является необходимостью, но значительно упрощает документооборот и процесс получения многих других услуг. Применение электронной подписи во многом зависит от ее вида, каждый из которых отличается от других процессом формирования и области возможного использования. Теперь поговорим о видах электронной подписи. Она может быть простой, усиленной, неквалифицированной и усиленной, квалифицированной. Простая электронная подпись – PEP – это очень распространенный и наименее защищенный вариант. Ей может быть логин и пароль, либо код, который пользователь формирует сам или получает для авторизации в системе. Свойство PEP состоит в возможности определения лица, подписывающего электронный документ. Пользователь визирует документ, авторизуясь и совершая дальнейшие действия под своим логином и паролем. Простую электронную подпись используют большинство людей во время операций, связанных с авторизацией по логину и паролю, при работе в электронных системах, требующих авторизации при помощи созданных паролей или присланных смс-кодов, банковском интернет-обслуживании и во многих других ситуациях. Усиленная, неквалифицированная электронная подпись PEP создается методом криптографического преобразования информации, записывается на ключевой носитель и выдается в удостоверяющем центре. Помимо подтверждения авторства документа, NEP свидетельствует о его неизменности после подписания. В случае внесения любых изменений они отразятся в электронной подписи. Также NEP используется для организации электронного документа оборота, ЭДО, внутри компании или с внешними контрагентами для документа оборота между физическими лицами. Эта подпись может приравниваться по юридической значимости к подписи автора от руки, но для этого участникам взаимодействия необходимо заключить специальное соглашение об условиях применения и признания ЭП. Усиленная, квалифицированная электронная подпись PEP гарантирует максимальную степень защиты документа из всех трех видов электронной подписи. Только PEP признается законом юридически равнозначной собственноручной подписи автора, без необходимости заключения дополнительных соглашений. PEP подтверждает авторство документа, гарантирует его целостность и неизменность после подписания. Также считается абсолютным аналогом подписи от руки. Теперь поговорим поподробнее о том, как устроена CAP. Квалифицированная электронная подпись формируется с помощью криптопровайдера, отдельного программного модуля, который устанавливается на компьютер. Также криптопровайдер может быть встроен в USB токен, защищенное устройство, на которое записываются закрытые и открытые ключи электронной подписи. С помощью закрытого ключа формируется электронная подпись. Владелец должен хранить этот ключ в секрете. Открытый ключ нужен для проверки подписи. Удостоверяющий центр выдает пользователю квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, который содержит ее уникальный ключ проверки и подтверждает, что она принадлежит своему владельцу. Получение электронной подписи подразумевает генерацию закрытого ключа и выпуск квалифицированного сертификата. Закрытый ключ и сертификат передаются пользователю. Абонент может загенерировать ключевой контейнер сам или возложить все операции, связанные с его созданием на удостоверяющий центр. В первом случае абоненту выдают сертификат, криптопровайдер и специальное программное обеспечение для упрощения работы с криптопровайдером. При помощи этого программного обеспечения абонент записывает сертификат в контейнер и может приступать к использованию электронной подписи. Если электронная подпись генерируется и записывается в удостоверяющем центре, тогда абонент получает и сертификаты, готовые к использованию ключевую пару, записанную на защищенный электронный носитель. Поговорим, для чего используют электронную подпись. Даже если в использовании подписи нет законодательной необходимости, она может упростить ведение бизнеса и решение повседневных вопросов гражданина. Например, она используется для электронного документа оборота, для обмена письмами и документами различного формата. Электронный документ оборота делает взаимодействие значительно быстрее, проще и надежнее, а также избавляет от проблем, связанных с хранением большого количества бумаг. Его можно использовать внутри организации с другими компаниями. Также для электронной отчетности и для участия в электронных торгах. Для этого необходимо получить сертификат ключа проверки электронной подписи. В торгах могут участвовать физические и юридические лица. Также электронную подпись можно использовать для участия в электронных торгах, ой, для доступа к информационным государственным системам. Госуслуги и прочие государственные порталы требуют обязательного наличия электронной подписи, благодаря которой можно удаленно оплачивать штрафы, подавать заявление на регистрацию бизнеса, записываться напрямую к врачу и так далее. Таким образом, электронная цифровая подпись является важным инструментом в современном документообороте, обеспечивая надежность и безопасность электронных документов. Она не только подтверждает подлинность и принадлежность документа его автору, но и фиксирует все изменения, внесенные после подписания. Разнообразие видов электронной подписи и их применения в различных сферах подчеркивает значимость электронной цифровой подписи в бизнес-процессах и взаимодействии с государственными структурами. С учетом растущей цифровизации и необходимости оптимизации документа оборота, механизмы цифровой подписи становятся неотъемлемой частью эффективного управления и общения между физическими и юридическими лицами. Внедрение и использование электронной цифровой подписи способствует упрощению процессов, снижению затряд и повышению уровня безопасности в работе с документами, что делает этот инструмент наиболее актуальным и необходимым в условиях современного бизнеса. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Вы сами применяете цифровую подпись? Ну, наверное, я применяю простую электронную подпись для того, чтобы авторизовываться где-то в каких-то социальных сетях, в каких-то приложениях, программах. Думаю, все. Хорошо, понятно. Спасибо. Бердыев. Желдакова. Да, и здесь. Видно экран? Да, все очень хорошо. Итак, хочу представить вашему вниманию доклад на тему системы PGP. Меня зовут Желдакова Виктория Алексеевна. Я студентка группы NFEBD0121 Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумова. Итак, что же такое система PGP? Это один из самых надежных инструментов для шифрования и защиты данных, которая была разработана Филиппом Циммерманом в 1991 году. Она сочетает в себе симметричное и асимметричное шифрование, используя пару ключей, открытый и закрытый. Что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности в обмене сообщениями. PGP устойчива к взлому благодаря сложным математическим алгоритмам и остается актуальной в условиях современных киберукроз. Несмотря на множество изменений с момента своего появления, основные принципы работы в PGP не изменились, что делает ее ключевым инструментом для защиты личной и деловой переписки. Давайте рассмотрим основные понятия, которые связаны с системой PGP. Они включают в себя ключи. Ключи делятся на открытые, которые свободно распространяются для шифрования сообщений, и закрытые, которые хранятся в секрете у владельца для расшифровки. Каждый пользователь генерирует свою пару ключей, что позволяет безопасно обмениваться сообщениями без передачи закрытых ключей по открытому каналу. Также PGP использует гибридную криптосистему, сочетая симметричное шифрование с алгоритмом IDEA для быстрой обработки и асимметричное шифрование с использованием RCA для шифрования сессионного ключа. Асимметричное шифрование применяется после сжатия сообщения, что повышает эффективность передачи. Для подтверждения целостности и подлинности сообщений PGP включает электронные подписи, которые создаются с помощью закрытого ключа от правителя и могут быть проверены получателем. Также используется децентрализованная модель доверия, позволяющая пользователям удостоверять друг друга, предотвращая атаки типа «человек посередине». Архитектура PGP включает в себя генерацию ключей, шифрование данных и механизмы аутентификации. Про генерацию ключей мы уже говорили, теперь рассмотрим подробнее процесс шифрования данных. Первый этап в нем – это сжатие самих данных, уменьшается объем и повышается стойкость. Затем создается сеансовый ключ. Это одноразовый уникальный симметричный ключ, который генерируется для каждого сообщения. И затем сообщение шифруется с помощью сеансового ключа, который затем шифруется открытым ключом получателя и прикрепляется к сообщению. Процесс расшифровывания данных включает в себя использование закрытого ключа получателя для расшифровки сеансового ключа, после чего шифр текста расшифровывается в открытый текст. А помимо этого в архитектуру системы PGP включаются механизмы аутентификации. Это, во-первых, цифровая подпись, то есть отправитель создает подпись путем хеширования и шифрования сообщения своим закрытым ключом. Получатель проверяет подпись с помощью открытого ключа отправителя. И также в механизмы аутентификации входит модель доверия, децентрализованная система, которая позволяет пользователям удостоверять друг друга. Система PGP широко используется для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных в разных сферах, включая защиту электронной почты, файловую безопасность и корпоративное использование. PGP шифрует электронные письма, позволяя только адресату их читать, что предотвращает прихват сообщений. Также система позволяет подписывать письма, подтверждая их подлинность и целостность. В бизнесе PGP защищает конфиденциальную информацию, такую как финансовые отчеты и личные данные сотрудников. Теперь поговорим про преимущества PGP. Во-первых, это, само собой, конфиденциальность и безопасность. PGP использует мощные криптографические алгоритмы, обеспечивая защиту данных и предотвращая несанкционированный доступ. А помимо этого, PGP позволяет удостоверять подлинность и целостность документов с помощью цифровой подписи. Она совместила с GPG, что предоставляет пользователям выбор между коммерческими и свободными решениями. И также PGP широко распространено и активно поддерживается. В недостатке PGP можно зачислить сложность в использовании. То есть для новичков, например, может показаться очень трудным процесс управления ключами и, само собой, шифрованием. Также можно отметить отсутствие как таковой анонимности. То есть сообщения защищены, но факт самого обмена зашифрованными сообщениями остается видимым для властей. Потеря закрытого ключа или забытие пароля также может привести к утрате доступа к зашифрованной информации. И также зависимость от уровня сложности шифрования – это один из недостатков. То есть эффективность защиты может зависеть от качества используемых ключей и алгоритмов. Система PGP с момента своего создания в 1991 году стала одним из самых значимых инструментов для обеспечения конфиденциальности и безопасности данных в цифровом мире. Благодаря использованию гибридной криптографии PGP обеспечивает надежное шифрование сообщений и файлов, а также подтверждение их целостности и подлинности через механизмы цифровой подписи. Несмотря на свои многочисленные преимущества, PGP не лишена недостатков. Сложность в управлении ключами и необходимость технических знаний могут стать препятствием для некоторых пользователей. Кроме того, выявление уязвимости и файлов в 2018 году вызвало опасения относительно безопасности протокола, хотя основная технология PGP по-прежнему считается надежной. Таким образом, PGP продолжает оставаться важным элементом кибербезопасности и обеспечивая защиту данных в условиях растущих угроз. Его использование становится особенно актуальным в эпоху цифровых технологий, когда конфиденциальность информации приобретает критическое значение. Система PGP демонстрирует свою эффективность и надежность как средство защиты данных, и ее применение будет только расширяться в будущем. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, я чувствую, вы не осознаете, когда используете PGP, да? Хорошо. Хорошо. Лебедева. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Так, на весь экран, пожалуйста, хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Лебедева Ольга. Я студентка группы NFEBD0221. И представляю доклад по теме «Цифровая подпись». Так, почему она не перестала? Да, не листается что-то у вас. Вот, все. Итак, целью данного доклада является изучение типов цифровых подписей, принципов их работы, а также определение роли в современном цифровом обществе. Задачи включают описание основных видов подписи, анализ их принципов работы и законодательных основ. Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня цифровые подписи активно используются в электронных сделках, где нужно быстро и безопасно подписывать контракты. Также они используются в банковских операциях, в подписаниях налоговых деклараций, в системах электронной идентификации. И все эти процессы требуют гарантированной безопасности. Более того, пандемия продемонстрировала, что удаленные процессы и возможность дистанционного подписания документов важны как никогда. И с каждым годом все больше стран вводят законодательные нормы, регулирующие использование цифровых подписей, что только подчеркивает их значимость. Итак, в мире, где технологии все больше проникают в нашу повседневную жизнь, вопрос безопасности данных становится важным. Представьте, что вы отправляете важный документ через интернет, и как можно убедиться в том, что его никто не изменил по пути, и что он действительно исходит от вас. В таких ситуациях нам приходят на помощь цифровые подписи. Этот инструмент позволяет не только защитить информацию, но и гарантировать ее подлинность. Цифровая подпись — это не просто аналог вашей рукописной подписи, но это целый механизм, который основан на криптографии. С ее помощью можно удостовериться, что документ не был изменен, и проверить личность отправителя. Это важно сегодня, потому что каждый день совершаются миллионы транзакций и передаются важные документы и данные. Перед тем, как перейти к видам цифровой подписи, рассмотрим некоторые принципы работы криптографии, и потом мы посмотрим, какой принцип используется в какой подписи. Итак, первое — это у нас асимметричные алгоритмы. Асимметричное шифрование основывается на использовании двух ключей, приватного и публичного. Приватный ключ у нас используется для создания подписи, публичный — для ее проверки. Главная особенность в том, что приватный ключ у нас хранится в секрете и никогда не передается, а публичный ключ может быть открыт для всех. Это гарантирует, что данные можно подписывать и проверять, не рискуя компрометации приватного ключа. Процесс заключается в том, что сообщение шифруется приватным ключом, и затем каждый, обладающий публичным ключом, может проверить его подлинность. Используется это в защите коммуникации, электронных документов и банковских операций. Следующий принцип работы — это хэш-функции. У нас есть алгоритмы хэширования, например, ША-256 или ША-3. Они преобразуют любые входные данные в фиксированную строку определенной длины. И эти функции у нас обладают важным свойством, что малейшее изменение исходных дан полностью изменяет хэш. Хэш-функции у нас используются для контроля целостности, особенно в цифровых подписях. Когда документ подписывается, хэшируется его содержимое, и затем хэш шифруется приватным ключом. При проверке подписи, соответственно, хэш снова рассчитывается и сравнивается с расшифрованным хэшем. И совпадение хэшей у нас как раз гарантирует то, что данные не были изменены. Следующий аспект — это у нас цифровой сертификат. Это такое связующее звено между публичным ключом и личностью его владельца. Сертификат у нас выдается обычным удостоверяющим центром и подтверждает подлинность ключей. В сертификате содержится информация о владельце, о его публичном ключе. При использовании цифрового сертификата пользователь может быть уверен, что публичный ключ принадлежит конкретному человеку или организации. Сертификаты у нас применяются для квалифицированных электронных подписей и других важных криптографических процессов, ну, например, защита веб-сайта. Перейдем, наконец-то, к видам цифровых подписей. У нас это сначала простая электронная подпись. Принцип работы такой, что она не использует криптографию, а просто подтверждает факт подписи документа каким-либо способом. Например, мы можем просто указать свое имя в электронном письме. Соответственно, уровень безопасности, самый низкий, он никак не защищает нас от изменения данных и достаточно просто подделывается. Второй вид – это усовершенствованная электронная подпись. Она основана на асимметричной криптографии и кэшировании. Соответственно, пример использования – это подписание договоров, финансовых документов. Безопасность здесь у нас уже будет высокая, потому что требует приватного ключа, защищает целостность данных и подтверждает подлинность отправителя. И последняя квалифицированная электронная подпись мы рассмотрим, она основана также на асимметричной криптографии, но требует сертифицированного оборудования и выдачи сертификата в действующем центре. Приватный ключ у нас хранится на защищенных устройствах, что предотвращает его утечку. Использовать мы можем это при подписании уже юридически значимых документов, регистрации юридических лиц или в налоговой отчетности. Соответственно, уровень безопасности у нас здесь будет самый высокий, потому что это приравнивается к рукописной подписи, и она даже обязательно в ряде случаев, например, какие-то электронные торги. Также у электронной подписи, электронной цифровой подписи, у нас существует некоторое правовое регулирование. Законодательство по цифровым подписям у нас варьируется от страны к стране, но, например, в Европейском Союзе действует регламент EIDAS, который предоставляет правовую основу для использования электронных подписей на всей территории Евросоюза. Этот закон регулирует не только подписи, но и электронные печати, временные метки и аутентификацию. У нас в России, например, есть федеральный закон номер 63 об электронной подписи. он устанавливает правовые рамки для использования различных видов подписей, включая квалифицированную электронную подпись, которая имеет полную юридическую силу. Законодательство этих стран подтверждает, что цифровые подписи стали неотъемлемой частью правовой системы и создает основу для развития цифровых технологий и ускоряет процессы в различных сферах. Таким образом, сделаем вывод, что цифровые подписи сейчас стали ключевым инструментом обеспечения безопасности и доверия в цифровом мире. Они ускоряют работу с документами, защищают информацию и гарантируют подлинность данных, находя применение от государственных до коммерческих сфер. И по мере развития технологий будем надеяться, что их использование будет только расширяться, делая процессы более безопасными, удобными и надежными. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Все хорошо. Парфенова Елизавета. Здравствуйте. Демонстрирую экран. Так, хорошо видно? Да, хорошо видно, давайте. Еще раз добрый день. Сегодня я хотела бы представить доклад на тему идентификации и нотификации управления доступом. Здесь представлена небольшая информация обо мне. А вы не используете спеллчекер? Не понимаю, о чем вы. Наверное, нет. На первую страничку перейдите. Да. Как у нас предмет называется? Информационная безопасность. А, вы про, наверное, проверку грамотности? Да. Нет, не использую. Честно признав, в Visual Studio только недавно, вот буквально после того, как я выполнила доклад, он обновился, либо я подключила какую-то функцию, в которую он начал мне проверять слова и вот дополнять их, скажем так. Спасибо. Хорошо, да. Итак, я являюсь студенткой четвертого курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. И давайте приступим. В современном мире все больше и больше происходит цифровизация различных процессов, и компании, которые работают с конфиденциальной информацией, они обязаны обеспечивать достаточно должную защиту для этих данных, поэтому процесс идентификации и идентификации, а также управления доступом, они становятся важными инструментами в обеспечении этой самой безопасности. Целью моего доклада является ознакомление с понятиями идентификации, идентификации и классификации, типовой схемы этих процессов, а также короткое описание наиболее популярных методов. Кроме того, мы рассмотрим управление доступом, включая в основные задачи распространенные модели и технологии. Также на данном слайде представлены задачи моего доклада. Итак, что же такое идентификация и идентификация? Идентификация – это процесс присвоения уникального идентификатора субъектам и объектам доступа, который затем сравнивается с заданным перечнем, например, при входе в систему. Вообще основная функция идентификации – это установление подлинности и определение полномочий при входе субъекта в систему. Аунтификация же – это проверка принадлежности субъекту доступа, предъявленного им идентификатором, и подтверждение его подлинности. То есть, другими словами, аунтификация – это процесс, который позволяет подтвердить, действительно ли пользователь, который идентифицировался в системе, является этим пользователем. На схеме справа, на рисунке номер один, можно посмотреть одно из представлений классической процедуры аунтификации и идентификации. Поговорим немного подробнее о группах, о том, как мы можем аунтифицироваться и идентифицироваться. Итак, выделяются три основных группы способов, группы методов – это знание, владение и честь субъекта. Знание – это те способы, когда мы аутентифицируемся информацией, которую знаем. Например, это может быть пароль, смс-код из сообщения, какое-то ключевое слово и подобное. Владение – это вещь, которая обладает субъект. То есть это могут быть какие-то электронные карты, флеш-карты, магнитные карты, что-то физическое. И часть субъекта – это обычная биометрия, уже привычный нам отпечаток пальца, не знаю, сетчатка, радужка глаза, какая-то особенность, лицо и так далее. На рисунке номер два можно посмотреть более полную картину, связанную с методами, способами и идентификации, и идентификации. Но мы пойдем дальше. Поговорим чуть подробнее об аутентификации и о том, какую можно классифицировать. Я выделала две группы. Это, во-первых, односторонняя и двусторонняя аутентификация. При односторонней аутентификации только клиент доказывает свою подлинность, при двусторонней обе стороны подтверждают ее. Ну, односторонняя аутентификация встречается повсеместно, я думаю, все мы с ней знакомы. Двусторонняя же идентификация, например, хорошим случаем является, например, какой-то достаточно хорошо защищенный сайт, предположим, это будет сайт банка, через который мы проводим какие-то денежные операции, вот, который в ответ на аутентификацию пользователя предоставляет цифровое подтверждение того, что это действительно сайт этого банка. Это позволяет предотвратить некоторые мошеннические операции, связанные с подменой сайта. И также вторая группа – это однофакторная, двухфакторная и трехфакторная аутентификация, тоже знакомое нам понятие. Однофакторная требует всего лишь одного метода подтверждения, двухфакторная – она требует сразу двух способов аутентификации. Хорошим примером является GitHub, всем нам знакомы. Когда мы вместе с тем, что вводим пароль в систему, мы также вводим код из специального проложения, который изменяется при каждом заходе в этом приложении. И трехфакторная аутентификация, она на самом деле встречается значительно реже в каких-то очень защищенных системах, и она требует все три способа аутентификации, например, пароль плюс код из SMS плюс отпечаток пальцев. Причем это, ну, как бы должны быть достаточно такие разные, то есть биометрия чаще всего обязательно включена в этот список. Перейдем к связи этих понятий, рассмотрим их на примере захода в электронную почту. Итак, идентификация – это, собственно говоря, ввод самой электронной почты, ввод нашего логина, а аутентификация – это ввод пароля. И авторизация – это процесс, который мы не рассмотрели в данном докладе, но вообще она тоже есть, и она тоже связывается с двумя рассматриваемыми понятиями. Это представление прав доступа ко всем ресурсам, то есть в контексте электронной почты – это, например, написание, просмотр, удаление, чтение письма. Итак, на самом деле существуют типовые схемы, идентификация и аутентификация. Мы сегодня рассмотрим модифицированную. Почему она модифицированная? Потому что в ней появляется случайный вектор S-ИТ, о котором я расскажу в процессе рассмотрения этой схемы. В обычной типовой схеме этого вектора нет. Итак, у нас в системе создается модифицированный объект эталон, который можно увидеть в табличке на экране. Предположим, что у нас в системе зарегистрировано N пользователей, и для каждого из них присвоен какой-то ID-IT. Это неизменный идентификатор определенного пользователя. Значит, как происходит сам процесс? У нас пользователь вводит свой идентификатор, система сверяет введенный идентификатор ID со всеми теми, которые есть в системе, и проверяет, есть ли он вообще. Если такого ID нет, соответственно, пользователю в принципе отказано, потому что он даже идентификатор свой не ввел. Если же такой идентификатор находится, то к нему присуждается некоторый вектор S-IT, который был генерирован и является уникальным для каждого идентификатора. И система запрашивает аутентифицирующую информацию, то есть, скажем, в контексте, например, операционной системы, это пароль. Когда пользователь вводит эту информацию, у нас это обозначено как K-IT, у нас составляется некоторая функция от S-IT, K-IT, которую можно увидеть вот здесь, которая, например, называется Y. И потом этот Y сравнивается со всеми E-IT, которые расположены в третьем столбце нашего модифицированного объекта эталона. И если такой E-IT там есть, то значит, пользователю доступен вход в систему. Если же такого E-IT там нет, то мы, скажем, начинаем какие-то другие операции, но пользователю в систему не пускаем. Идет какой-то процесс дальше. В принципе, именно такая схема идентификации и аутентификации представлена в системах OS Unix, хорошо нам знакомых. Итак, рассмотрим некоторые популярные способы аутентификации. Я выделила два. Это парольная аутентификация и биометрическая. Парольная аутентификация – это простая, привычная для нас аутентификация. Вот, на рисунке номер 3 можно посмотреть ее схему. Здесь PA – это пароль, который вводит пользователь, а PA' – это пароль, который должен ввести пользователь для того, чтобы получить доступ в систему. Вот, такая аутентификация достаточно уязвима, так как мы знаем, что легко подобрать пароль, его часто рассказывают друзьям, близким. Вот, также его легко забыть, потерять. Поэтому есть и другие более действенные способы аутентификации. Но чаще всего используется именно пароль. А биометрическая аутентификация – это аутентификация, которая сейчас достаточно популярна. Это совокупность автоматизированных методов идентификации или аутентификации людей на основе их физиологических и поведенческих характеристик. Опять же, как я говорила, это могут быть отпечаток пальца, какие-то особенности внешности, сетчатка глаза. Вот, даже если мы говорим про поведенческие характеристики, это могут быть почерк, например, и так далее. На самом деле биометрическая аутентификация, она как происходит? Человек, когда первый раз идентифицируется, то есть, скажем, создает свои биометрические показатели, его биометрические показатели, например, шаблон отпечатка пальца, заносится в базу, и это называется биометрическим шаблоном. И затем, когда пользователь повторно идентифицируется в системе, его отпечаток пальца, который снят в настоящий момент, сравнивается с этими шаблонами. И таким способом происходит аутентификация. Итак, теперь поговорим немножко об управлении доступом. Оно тоже является достаточно важным звеном в обеспечении безопасности данных и включает в себя несколько основных задач. Итак, задачами являются определение объектов доступа. Это, например, могут быть какие-то информационные системы, базы данных и идентификация субъектов доступа, например, учетные записи пользователей. Также очень важной задачей является разработка матрицы доступа. Ее можно увидеть на таблице номер 2. В ней строки – это пользователи, которые, скажем, должны иметь доступ к каким-то данным. А столбцы – это, собственно говоря, единицы данных. И на пересечении у нас указываются права, достаточно привычным для нас способом, с помощью некоторых обозначений. Здесь R – это чтение, W – это запись, E – это исполнение, O – это присуждение других прав, другим пользователям или изменение этих прав. Также на пересечении могут периодически указываться какие-то дополнительные характеристики, как в этом случае, вот то, что данный пользователь имеет право пользоваться линией связи с 9 до 18. И последними задачами являются управление учетными записями, то есть их редактирование, удаление и аудит прав доступа. То есть, скажем, постоянно мониторим того, какие права доступа, например, устарели для определенного пользователя или какие права доступа, наоборот, нужно присудить. Различает достаточно много моделей управления доступом, но я расскажу про три. Это дискреционная, мандатная и ролевая модель. Дискреционная модель управления доступом, она предполагает, что владелец объекта сам может устанавливать и изменять права доступа к субъекту. Такая модель используется чаще всего в операционных системах. Мандатная модель управления доступом, она используется в более-таки защищенных системах, ну, чаще всего это какие-то государственные, военные структуры, и здесь доступ определяется на основе методов конфиденциальности. И равноводия модели управления доступом. Здесь права доступа назначаются ролями, а не отдельными пользователями. Такое чаще всего используется в каких-то больших корпорациях, где очень много сотрудников, и проще присудить им какую-то роль и дать этой роли какие-то права, чем каждого юзера отдельно обрабатывать. И также существуют три технологии управления доступом. Это логические системы, самые распространенные, которые обеспечивают контроль доступа с помощью паролей, аутентификации двухфакторной и шифрования. Физические системы для контроля доступа к физическим объектам используют электронные ключи, биометрические системы и даш-камеры. И сетевые системы, которые управляют доступом к сетевым ресурсам и обеспечивают авторизацию пользователей. Итак, в выводе к нашему докладу мы рассмотрели ключевые понятия идентификации, модификации и классификацию типовые схемы. Также кратко описали два популярных метода модификации и изучили задачи управления доступом, их распространенные модели и технологии. Понимание этих процессов является важным шагом к обеспечению безопасности информации и ресурсов в современных организациях. Вот мой список литературы. На этом все. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Очень вы оперативно все сделали. Рытов Алексей Константинович. Отсутствует, да? Волчок Кристина Александровна. Да, здравствуйте. Я есть. Давайте. Видно все? Да, все хорошо. Очень интересная тема. Доброе утро. Я студентка НПМБД 0221, Волчок Кристины. И я представляю доклад на тему биометрии. Это информация. Хотелось бы поговорить про актуальность. Биометрические технологии востребованы в условиях роста цифровых угроз и необходимости усиления и защиты данных. Они обеспечивают быстрый и надежный доступ к системам, что особенно важно для финансового, медицинского и государственных секторов. Упрощение процессов идентификации делает их удобнее для пользователей в практически важном в современном цифровом мире. На данном слайде представлены наши цели и задачи. Это в основном изучить современные биометрические технологии, оценить их влияние на безопасность и удобство пользователей, а также рассмотреть проблемы, связанные с защитой биометрических данных. Биометрия — это наука и технология, занимающаяся автоматической идентификацией и проверкой личности на основе уникальных физических и поведенческих характеристик. Развитие биометрии связано с ростом спроса на безопасные и удобные способы аутентификации. За последние несколько лет биометрические системы перешли от простых устройств к сложным системам, использующим искусственный интеллект и облачные технологии для более точной идентификации и защиты данных. Сейчас я расскажу об основных типах биометрии. В основном выделяют две группы — это физиологическая биометрия и поведенческая биометрия. К физиологической биометрии относятся отпечатки пальцев. Это наиболее широко используемый метод. Думаю, абсолютно все понимают, о чем идет я. Распознавание лица — это технология, которая используется в смартфонах и системах безопасности, где анализируются различные особенности лица для аутентификации пользователя. Радужная оболочка глаза — это метод с высокой точностью, поскольку рисунок в радужке уникален и практически не меняется на протяжении жизни. А распознавание вен — это один из менее вообще распространенных методов, но перспективный метод, который анализирует рисунок вен на руках и пальцах, даже при поврежденной поверхности. К поведенческой биометрии относятся голосовая биометрия. Используется в основном в полцентрах и службах поддержки для подтверждения личности по уникальным характеристикам голоса. Походка — это метод анализировать собственную походку человека. А почерк — это система уникальных движений руки при написании текста. Это в основном используется для подтверждения документов. Применение биометрии в различных отраслях. В финансовом секторе в основном в банках, например, биометрия используется для выполнения транзакций и подтверждения личности клиента. Одной из новейших тенденций является использование биометрии для выполнения платежей. Например, некоторые банки уже внедрили систему, позволяющую выполнять операции без банковских карт, используя лишь отпечатки пальцев или распознавание лиц. В здравоохранении биометрия помогает улучшить безопасность хранения медицинских данных. Также растет число приложений для телемедицины, использующих биометрические данные для идентификации пациентов при удаленной диагностике и лечении. Системы на основе биометрии могут интегрироваться с медицинскими записями для ускорения процесса лечения и предотвращения утечек информации. В государственных службах и безопасности биометрии используются для обеспечения безопасности на государственных объектах и границах. В некоторых странах она интегрируется в паспорта и другие удостоверяющие документы. Также биометрия активно используется в правоохранительных органах для идентификации подозреваемых. В туризме и транспорте в основном аэропорты и гостиницы активно используют биометрию для ускорения процесса идентификации. Например, в аэропортах биометрические системы позволяют пассажирам проходить контроль безопасности без предъявления документов. А в отелях биометрия упрощает процесс регистрации и оплаты услуг. Касательно проблематики. Это, в первую очередь, конфиденциальность данных. Биометрические данные являются чрезвычайно личными и чувствительными. В случае их утечки они не могут быть заменены как пароли. Это поднимает важные вопросы о защите и хранении данных. Законодательства многих стран, таких как GDPR, в Европе устанавливают жесткие требования к защите биометрических данных. Однако эти нормы еще не универсальны. Этнические вопросы – это про проблему дискриминации и алгоритмичных ошибок является в основном самой обсуждаемой темой в биометрии, потому что, например, системы распознавания лиц могут работать менее точно с представителями разных этнических групп, что вызывает вопросы о справедливости их использования в публичных местах. Многие компании и государственные структуры активно работают над исправлением этих ошибок и улучшением инклюзивности биометрических систем. Фальсификация и атака. Рост киберпреступности и появление технологий генерации искусственного голоса и изображений создают новые вызовы для биометрии. Системы должны быть способны различать поддельные данные и защищаться от атак, таких как подмена личности, например, использование масок или записи голоса. Ну и, собственно, выводы. Биометрии играют важную роль в современном мире, обеспечивая безопасность и упрощая процесс индификации во многих сферах. Текущие тренды, такие как мультимодальная индификация и интеграция с облачными технологиями, помогают улучшить надежность биометрических систем и расширить их применение. Однако развитие биометрии сопровождается рядом вызовом, среди которых как раз-таки защита данных и предотвращение дискриминации. В будущем, думаю, можно ожидать дальнейшее совершенствование технологий и принятие более строгих стандартов конфиденциальности, что сделает биометрию неотъемлемой частью повседневной жизни. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, так много новых слов услышал про инклюзивность и так далее. Спасибо. Газизова. Да, я здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, видно? Да, хорошо, давайте. У меня доклад по теме идентификации и аутентификации управления доступом. Меня зовут Газизова Регина, я из группы NPM BD0221. Так, начнем с основных понятий. Вообще, эти два понятия можно считать основой безопасности программы технических средств, потому что остальные сервисы рассчитаны на то, чтобы работать с пользователями, которые уже имеют какое-то свое имя. Можно сказать, что идентификация и аутентификация – это проходная информационного пространства организации. Индентификация позволяет субъекту, это может быть пользователь, процесс, действующий от имени пользователя или какой-то другой аппаратно-программный компонент, назвать себя, то есть сказать, что вот я есть кто-то. Посредством аутентификации вторая сторона убеждается, что субъект действительно тот, за кого он себя выдает. То есть можно сказать, что путем ввода логина мы идентифицируем себя, путем ввода пароля, проходим аутентификацию. Можно подтвердить свою подлинность, предъявив, по крайней мере, одну из следующих сущностей. Нечто, что он знает – это пароль тот же самый, нечто, чем он владеет – это, например, личная карточка, и нечто, что есть часть его самого, как уже говорили, это может быть биометрия, точнее, биометрические характеристики. Один из видов аутентификации – это парольный метод. Главное его, главное достоинство – это легкость, простота, ну и то, что мы уже все к этому привыкли. При этом зачастую их делают крайне простыми, чтобы запомнить какие-то значимые даты, имена знакомых, близких людей. Но такие пароли достаточно легко угадать, особенно если знать предстрастия человека. Например, есть история про разведчика Рихарда Зорге, который постоянно говорил слово «карамба», и, естественно, этим же словом открывался его сверхсекретный сейф. Тем не менее, есть несколько методов, с помощью которых можно сделать пароль более надежным. Это наложение технических ограничений, как часто нас просят, чтобы длина пароля была не менее 8 символов, содержались цифры, знаки припинания и буквы. Также управление сроком действия паролей, их периодическая смена, ограничение доступа к файлу паролей, ограничение числа неудачных попыток входа в систему. Это затруднит применение метода грубой силой. Метод грубой силы – это когда путем перебора всех возможных букв и цифр пытаются распаролить чей-то аккаунт. Дальше это может быть обучение пользователей и использование программных генераторов паролей. Такие программы, которые порождают приятные, благозвучные и запоминающиеся пароли. Такие методы целесообразно применять всегда, даже если наряду с паролями используются другие методы аутентификации. Еще один способ идентификации и аутентификации – это с помощью биометрических данных. Вот тут на картинке можно увидеть, что являются биометрическими данными. Как вообще состоит работа с биометрическими данными? Человек их вводит, они обрабатываются, сохраняются в определенную базу как биометрический шаблон. Сами же оригинальные данные, как отпечаток пальца или радуж, ну, отпечаток или сетчатки, чаще всего не сохраняются. Стоится только вот этот шаблон. И дальше будем говорить про управление доступом. По сути, с основными понятиями мы уже знакомы, делали не раз лабораторные, связанные с управлением доступом. Вообще, с традиционной точки зрения, это такой способ поконтролировать и специфицировать действия, которые пользователи могут выполнять над объектами. Объектом может служить файл, какая-то программа, папка и так далее. Тут мы именно говорим о логическом управлении доступом, которое, в отличие от физического, реализуется программными средствами. Логическое управление доступом – это основной механизм многопользовательских систем, призванных обеспечить конфиденциальность и целостность объектов и до некоторой степени их доступность. На картинке можно увидеть пример матрицы доступа, где каждому пользователю приписаны какие-то права, где О обозначает разрешение на передачу прав доступа, Р – чтение, W – запись, Е – выполнение и А – добавление информации. Подавляющее большинство операционных систем и систем управления базами данных реализуют именно произвольное управление доступом. Основное достоинство произвольного управления – это гибкость. Вообще говоря, для каждой пары субъект-объект можно независимо задать права доступа. К сожалению, у произвольного подхода есть ряд недостатков. Рассредоточенность управления доступом ведет к тому, что доверенными должны быть многие пользователи, а не только системные администраторы или операторы. Из-за рассеянности или некомпетентности сотрудника, владеющего секретной информацией, может произойти утечка информации. И, следовательно, произвольность управления должна быть дополнена жестким контролем за реализацией избранной политики безопасности. И второй недостаток состоит в том, что права доступа существуют отдельно от данных. То есть никто и ничто не мешает пользователю, имеющему доступ к секретной информации, записать ее в доступный всем файл или заменить полезную утилиту на троянский аналог. Подобная разделенность прав и данных существенно осложняет проведение несколькими системами согласованной политики безопасности. И главное, делает практически невозможным эффективный контроль заголосованности. Когда людей в системе становится очень много, писать, предоставлять доступ каждому в отдельности становится очень громоздким и сложным. Для этого есть способ снизить такую сложность. Это ролевое управление доступом. Создаются определенные роли, которым предписываются определенные права. И тогда появляющиеся пользователи в системе просто предписываются к роли. И тем самым получают права, которые даны этой роли. Вот пример картинки, где есть пользователи, роли и их действия в системе. Ролевое управление доступом оперирует такими понятиями, как пользователь, сеанс работы, роль, объект, операция и право доступа. И также хочется сказать о том, в общем подвести, что роли подписываются пользователя и права доступа. То есть можно считать, что они именуют отношение многие ко многим между пользователями и правами. Роли могут быть приписаны многим пользователям. Один пользователь может быть приписан нескольким ролям. И во время... И этот пользователь может иметь несколько сеансов одновременно, что позволит ему иметь несколько ролей одновременно. И то есть все... Все права приписаны этим ролям. Ну и в заключение можно сказать, что авторизация и аутентификация являются неотъемлемыми элементами для создания надежных и защищенных систем. Нужно помнить, что безопасность – это не одноразовая задача, а непрерывный процесс, требующий постоянного внимания и совершенствования. На этом все. Спасибо большое. Спасибо. Когда можно будет спросить по поводу оценивания? Но вы можете написать мне письмо? А куда вам лучше писать? На корпоративную почту. Хорошо, спасибо большое. А в Яндекс.Массенджер можно писать? Писать можно, но читать я не буду. Ермолаева. Да, Ермолаев Алексей Максимович. О, Ермолаев, извините, пожалуйста. Извините. Да, я понимаю, что озвучено, согласен. Согласен, Анна Михайловна. Мы знаем. Так, я думаю, сейчас должна быть видна мой экран. Да, давайте, да. Видно, видно презентацию. Сейчас, одну секундочку. Итак, всех еще раз приветствую. Меня зовут Ермолаев Алексей. Я студент группы NPMBD 0.2.21. И сейчас я расскажу доклад на тему протокол Керберс. Вот, в общем-то, краткая информация обо мне. То есть, все докладчики. Перейдем к цели работы. Целью было ознакомиться с основными концепциями протокола Керберс и областями его применения. Итак, протокол Керберс был создан более 10 лет назад в Массачусетском технологическом институте в рамках проекта Афин. Протокол Керберс решает задачи взаимной аутентификации клиента и сервера. Про понятие аутентификации, идентификации, авторизации уже было сказано, поэтому не буду акцентировать внимание. И, сбегая вперед, чем хорош данный протокол, данный протокол учитывает, что обмен, в принципе, может происходить в незащищенной среде, что делает его достаточно подходящим для применения в сети интернета и в других сетях. Итак, мы с вами... Ну, собственно, встает вопрос о решении задачи аутентификации в рамках клиент-серверного взаимодействия. В принципе, можно решать задачу напрямую, но оговоримся, что мы будем использовать аутентификаторы. Что такое аутентификаторы? Аутентификаторы — это некоторый набор данных, метрично зашифрованным секретным ключом, то есть уже здесь видно, что перед взаимодействием и у сервера, и у клиента должна быть копия этого ключа для шифрования и дешифрования. И мы договоримся, что аутентификатор должен содержать какую-то информацию, которая будет меняться, чтобы в случае перехвата можно было установить... Собственно, не было возможности полностью его расшифровать. В качестве вот этой изменяемой информации мы будем использовать время, и вот, собственно, одно из требований, которое мы в дальнейшем предоставим к участникам взаимодействия в рамках протокола, это то, что у нас время должно быть синхронизовано. Значит, как это все может происходить? Клиент может прислать серверу сообщение, собственно, содержащее вот этот аутентификатор, зашифрованный при помощи ключа, который есть как у клиента, так и у сервера. В данной ситуации, помимо времени, в аутентификаторе будет содержаться информация, какая-то информация о клиенте, там, имя, IP-адрес, там, так дальше. Сервер, получив данное сообщение, будет его дешифровать при помощи того ключа, который у него есть, и смотреть на время. Если это время, собственно, будет входить в какой-то диапазон в сравнении с временем на сервере, там, рискну предположить, что это исчисляется в миллисекундах, то, соответственно, можно предположить, что запрос действительно валидный, и пришел там от того клиента, за которого он себя выдает. В свою очередь, сервер берет вот то время, которое пришло от клиента, шифрует его при помощи ключа и вкладывает в сообщение, которое он будет отправлять в ответ клиента. Клиент, получив этот ответ, будет дешифровать данное сообщение, опять-таки, при помощи того же ключа. И если время, которое ему пришло, соответствует тем временем, во время которого он отправил, будем считать, что процесс аутентификации в какой-то степени прошел успешно. Но в целом подход с аутентификаторами нас устраивает, но уже невооруженным взглядом видны несколько недостатков. Во-первых, ключ должен быть заранее, находиться что на стороне клиента, что на стороне сервера. И прекрасно понятно, что, скорее всего, у клиентов может быть несколько серверов взаимодействия, и для взаимодействия, и, соответственно, сервер может обрабатывать запросы от нескольких клиентов. Соответственно, ключи надо хранить, эта информация все-таки достаточно чувствительная, а, как мы помним, у нас взаимодействие может проходить в незащищенной среде. Вот он и недостаток. Как раз-таки они здесь и прописаны. В контексте этого предложен, мы можем вернуться к протоколу Кербера. Само название Кербер или Цербер на русский манер, если обратиться к древнегреческой мифологии, это пёс, свирепый пёс с тремя головами, который охраняет ворота Аиды, царство мёртвое. Соответственно, отождествив данный, данного персонажа с нашей задачей, в раму, этими тремя головами будет клиент, сервер и некоторое устройство, доверенный посредник между ними, которое мы будем именовать центром распределения ключей или Key Distribution Center или сокращенно КДЦ. Я буду, скорее всего, использовать последнюю аббревиатуру. Что такое Key Distribution Center? По сути своей, это, опять-таки, сервис, развернутый в защищенной среде. Ну и, в общем-то, это некоторая база данных с информацией о абонентах в этой сети. Помимо какой-то базовой информации о абоненте, служба КДЦ сохраняет криптографический ключ, который используется для взаимодействия между абонентом и клиентом КДЦ. Соответственно, как теперь будет происходить наше взаимодействие? Для обращения на сервер клиент будет предварительно отправлять запрос в КДЦ, который, в свою очередь, будет генерировать два сеансовых ключа или сэшенки для клиента и для сервера, которые будут использоваться для аутентификации. В целом, на этом этапе можно построить реализацию так, чтобы КДЦ был ответственен за транспортировку вот этих вот сессионных ключей и за отправку сессионных ключей сервера и клиента. Но, опять-таки, мы не можем исключать сетевые задержки, ввиду чего, соответственно, служба КДЦ нужно хранить какую-то информацию об отправке и, собственно, ждать, в том числе и ждать, какого-то подтверждения от участников взаимодействия о том, что они этот сессионный ключ получили, что, опять-таки, добавляет дополнительную нагрузку на службу КДЦ, которая, в общем-то, и так достаточно загружена. Как можно эту проблему решить? Данную проблему мы будем решать при помощи концепта сеансовых мандатов. Что достаточно существенно меняется? Во-первых, КДЦ отправляет оба ключа клиенту. Я, быть может, не сказал, но данные сессионные ключи, первый сессионный ключ шифруется при помощи долгосрочного ключа клиента, который предназначен для клиента, а ключ для сервера шифруется при помощи долгосрочного ключа сервера. который предназначен при помощи долгосрочного ключа сервера. Так что, получив от КДЦ оба ключа, клиент может расшифровать только свой сеансовый ключ, в этом нет никакой проблемы. При этом сервер, скажем так, делегирует вот эту операцию транспортировки на клиента, снимая как бы себя, скажем так, ответственность. И тот самый сессионный ключ для сервера будет помещаться в блок данных, который будет называться сеансовым мандатом или сэшн-тикетом. Вот, соответственно, получив запрос от КДЦ, клиент извлечет, во-первых, это сеансовый мандат и свою копию сеансового ключа. И, соответственно, для обращения на сервер клиент будет уже отсылать вот этот мандат или сэшн-тикет, свой собственный аутентификатор примерно наподобие того, о котором мы до этого поговорили. Ну и сервер, в общем-то, получив данное сообщение, может расшифровать, во-первых, в сеансовом вот этот сэшн-тикет при помощи своего долгосрочного ключа извлечет сеансовый ключ, ну и, в общем-то, дальнейшая схема аутентификации будет связана, ну, будет, в принципе, очень похожа на ту, которую мы обсудили заранее. Вот, в общем-то, здесь это все дополнительно проговорено. Вот в чем теперь преимущество, как я уже сказал. Во-первых, КДЦ снимает с себя ответственность за доставку ключей, это раз. Во-вторых, в общем-то, серверу уже, у сервера нет потребности хранить ключи для взаимодействия с клиентами, что, в общем-то, тоже сильно снижает нагрузку, и, больше того, даже у клиента нет необходимости постоянно обращаться к центру КДЦ перед взаимодействием, потому что данные сессионные ключи имеют какое-то время жизни, насколько я помню, оно не превышает 8 часов, но это, опять-таки, может быть настроено в зависимости от ситуации. В общем-то, да, достаточно удачная схема, но и ее можно оптимизировать. Для понимания того, что можно оптимизировать, стоит обсудить момент взаимодействия между клиентом и КДЦ. Стоит сказать, что вот этот долговременный ключ, он генерируется на основе пароля, и перед отправкой со стороны клиента к КДЦ данный, в общем-то, пароль проходит через функцию одностороннего хэширования. То есть и этот момент должен быть реализован что на стороне клиента, что на стороне КДЦ. Вот. Соответственно, получив от запроса от клиента, КДЦ обращается в свою базу, находит учетную запись и извлекает долговременный ключ для взаимодействия уже между клиентом и КДЦ. И вот нам бы хотелось, чтобы этот момент происходил единожды, опять-таки, чтобы не при каждом обращении у нас служба КДЦ не обращалась к базе данных и не генерировала этот ключ. Соответственно, в контексте этого были придуманы мандаты на выдачу мандатов или тикет-грантинг-тикет. Собственно, данные мандаты, в общем-то, не сильно отличаются от сеансовых. Что они содержат? Содержат они как раз-таки вот копию ключа для взаимодействия с КДЦ и клиентом. Теперь, если у нас, собственно, клиента есть необходимый ему мандат для взаимодействия с сервером, он пользуется им. В том случае, если его нет, ищется мандат ТГТ для взаимодействия с КДЦ, соответственно, готовятся сеансовые ключи, и происходит запрос в КДЦ для получения сеансового мандата требуемой службы. Ну, опять-таки, данные мандата ТГТ тоже имеют какой-то срок, и, в общем-то, их использование, оно нерегулярно. В итоге, от классического клиент-серверного взаимодействия мы перешли к подобного рода схеме. Ну, безусловно, протокол интересен, но он бы не был нам интересен, если бы он нигде не применялся. А при этом область применения у него достаточно существенная. Как минимум потому, что он является методом аутентификации по умолчанию Windows и в рамках Windows Active Directory. Но при этом, собственно, реализацию керберса можно встретить и в других операционных системах, и даже при желании использование данного протокола может быть применено для аутентификации между... для аутентификации при взаимодействии с API. В действительности, ну, это не так просто сделать, но, тем не менее, ввиду высокой степени надежности, как вы уже поняли, это достаточно эффективно. Итак, вот, собственно, список литературы. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Дмитрий Сергеевич, я вот вам написал на почту предварительно по поводу отчетов и презентаций в Markdown. Вот хотел вам... Я посмотрю. Все сделано. Вот просто я от вас не получил ответа, решил... Но это не в Markdown. Нет, почему же? Обратите внимание, файл с расширением Markdown. Сейчас я все проиллюстрирую. Presentation на Markdown. Не надо, сейчас не надо, пожалуйста, сейчас не надо. Ну, хорошо, когда вам можно будет написать по этому поводу? Вы можете прийти в понедельник или в среду ко мне. Хорошо, Игорь Михайлович. Показать, да. У меня будут вопросы. Спасибо. Хорошо. Хорошо, да. Так, Морозова. Да, здравствуйте. Извините, а вот как бы само время пара вышла, мы как будем поступать, пока все не ответят, пара не закончится? Если вам отвечать не нужно, то вы можете отключаться. А если нужно, нужно осень. Можете тоже отключиться, тогда просто не получите оценку. Нет, я хочу уточнить, если сейчас будем ждать... Да, мы пока все не ответят, мы не завершим. Но я никого не удерживаю. Извините, пожалуйста, хотелось спросить, у меня вы ожидаете, генерал ВДН? Да, он тут есть у меня. Морозова, Явкина. Я удивился, что там же по плану мы должны делать уникальные презентации, а я уже слышал доклад по ТМПГ. Ничего страшного в этом нет. Хорошо. Кстати, меня нормально слышно сейчас? Да, хорошо слышно, да. Отлично, потому что у меня есть микрофон. Да, спасибо. Итак, Морозова. Ага, давайте начинайте. Да, начинайте. Тема моего доклада – электронно-цифровая подпись, механизм цифровой подписи. Для начала, что же такое электронно-цифровая подпись? Это специальный скинированный файл с цифрами, который крепится к электронному документу. Этот файл отвечает на три главных вопроса. Кто подписал документ, когда подписали, и есть ли у человека, который подписал право на это? И в 1976 году Диффи и Хелманам было впервые предложено понять электронно-цифровую подпись, хотя они только лишь предположили, что такие схемы могут существовать. И зачем нужна электронно-цифровая подпись? Она понадобится тем, кто собирается использовать в работе электронные документы, сдавать отчетности, получать услуги в интернете, заключать договоры и подписывать электронные контакты. ЭЦП устроен как файл с уникальной последовательностью цифр, который притупляется к документу. В ее формировании участвуют закрытые и открытые ключи. Закрытые ключи есть только у автора в подписи. Открытый ключ он доступен всем. Это файл со сведения владельца подписи. Он нужен, чтобы можно было проверить ее подлинность и неизменность документа. ЭЦП формируется с помощью специальной программы. И существует несколько схем построения цифровой подписи. На основе алгоритмов симметричного шифрования данная схема предусматривает наличие в системе третьего лица. И на основе алгоритмов асимметричного шифрования. И именно данные алгоритмы наиболее широко распространены сейчас. Как же работает ЭЦП? Весь процесс складывается из нескольких этапов. Информация о документе и его содержании зашифровываются с помощью закрытого ключа. Полученная подпись прикрепляется к документу. И вместе с документом добавляется сертификат проверки. Как раз тот самый открытый ключ. И с помощью программы защиты информации проверяет соответствие хэш-суммы и содержание документов. Если документ не изменялся после подписания, значит документ сохраняет свою юридическую силу. Какие могут быть виды? Первое – это простая электронная подпись. Это всякие коды из смс, логин и пароль для авторизации, пин-коды, банковский кард. Они несут себе согласие на какое-то действие, но они не дают гарантии авторства. Обычно ее принимают как раз-таки при авторизации каких-либо системе, либо сайты, либо на сайтах. Неквалифицированная электронная подпись генируется с помощью криптографии. Она подтверждает, что документ подписан определенным человеком в определенное время, и изменение документа после ее подписи не вносили. Следующая коллицированная электронная подпись – это самый надежный вид электронной подписи. Ее практически невозможно взломать. И если ключ утерян, то лучше сразу обратиться в центр, удостоверяющий центр для замены. Ее можно уже использовать в большем спектре услуг. И также, в отличие от других, ее принимают и в суде. Здесь представлена сводная таблица, где можно использовать электронную подпись. Как можно видеть, у квалифицированной электронной подписи гораздо больше спектра применения, в отличие от той же самой простой, с которой мы сталкиваемся каждый день. На этом все. Здесь представим список литератур, который мной использовался. Спасибо. Спасибо. Явкина Анастасия. Нету, да? Егорова Екатерина. Подскажите, вы меня называли? Явкина Анастасия Юрьевна. Это вы? Нет, но до нее по фамилиям вроде как я должен идти. Значит, Егорова Екатерина. Да, я присутствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Все видно? Да, хорошо. Отлично. Меня зовут Егорова Екатерина. Я представляю доклад по теме биометрия. Содержание презентации. И перейдем к ведению. В цифровую эпоху безопасность и удобство использования информационных систем становятся ключевыми. Биометрическая аутентификация, основанная на уникальных биологических признаках, становится все более популярной альтернативной традиционным паролем. Актуальность биометрии очевидна в различных отраслях, включая банковское дело, правоохранительные органы, контроль доступа и здравоохранение. Что такое биометрия? Биометрия – это наука о изучении и измерении уникальных характеристик человека. Она применяется для идентификации и аутентификации личности посредством анализа физиологических и поведенческих признаков. Цель биометрии – обеспечить надежный и удобный способ подтверждения личности. Биометрическая аутентификация. Аутентификация – это процесс подтверждения того, что субъект является тем, за кого он себя выдает. Это достигается путем предоставления идентификатора и доказательства того, что субъект владеет этим идентификатором. Аутентификация используется для контроля доступа к системам устройства или информации. Например, простейший случай биометрической аутентификации – это система контроля доступа в офисе. Используя сканер отпечатка пальца, сотрудник просто подносит палец к сканеру. Система сравнивает отпечаток с хранящимся в базе данных информации. И если отпечаток соответствует, дверь открывается. В контексте биометрии выделяют два основных метода аутентификации. Это верификация, основанная на биометрическом параметре и уникальном идентификаторе, который подтверждает личность, например, идентификационный номер. И идентификация – в этом случае параметры человека сравниваются со всеми записями в базе данных, зарегистрированных пользователей, а не только с одной записью, выбранной по какому-либо идентификатору. И типы биометрических систем выделяют физиологические и поведенческие. Физиологические – это отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, геометрия руки, лицо и так далее. И поведенческие – это походка, голос, клавиатурный почерк. Определение эффективности биометрической системы. Для определения эффективности любой биометрической системы применяются качественные характеристики. Они отражают вероятность ошибки системы при идентификации пользователя. FAR – коэффициент ложного допуска и FRR – коэффициент ложного отказа. Эти показатели позволяют оценить эффективность и надежность биометрической системы. Понимание их значений важно для выбора системы, подходящей для конкретных задач. Оптимизация системы для достижения FAR и коэффициент FRR позволяет повысить ее точность и безопасность. Система разблокировки телефона, где удобно использовать, где для удобства использования является приоритетом, должна иметь низкий FRR, даже если это может означать небольшое повышение риска FRR. Принципы работы физиологической биометрии. Биометрические датчики сканируют физические характеристики человека, преобразуя их в цифровой формат. Специальный модуль выделяет уникальные особенности и создается шаблон, который хранится в базе данных. При идентификации датчик сканирует человека, преобразует данные в тот же формат, что и шаблоны в базе данных. Сравнивая полученный шаблон с имеющимся, система определяет личность человека. И, как пример, при считывании отпечатков пальцев, сканер преобразует изображение в цифровой код, который сравнивается с эталонной моделью. И принцип работы сканера в поведенческой биометрии. Как пример, мы можем рассмотреть голосовой сканер. Работает он на основе принципа акустической биометрии, который анализирует звуковые волны, создаваемые голосом. А пользователь произносит определенную фразу или слово, которое система записывает. И записанный голос анализируется и преобразуется в цифровой сигнал. Система выделяет ключевые характеристики голоса. Из полученных данных формируется уникальный шаблон голоса пользователя, который сохраняется в базе данных. При повторной аутентификации система сравнивает новый голос с сохраняющимся шаблоном. И если характеристики голоса совпадают, система подтверждает его личность. Компрометация биометрических данных. Как сделать биометрию безопасной? Чтобы исключить или минимизировать возможный ущерб, нужно своевременно выявлять попытки имитации чужой биометрии. Обнаруживать поделку в реальном времени и подтверждать или опровергать, что данные представлены истинным обладателем. Как сделать биометрическую аутентификацию безопасной? Это мультиспектральная проверка на живой и неживой. Примущество работы использует несколько источников света разных спектров, чтобы получить информацию с поверхности и из глубины живой ткани, вплоть до капиллярных сосудов. И преимущество – это обнажение поделок, изготовленных из искусственных материалов. Далее – это многофакторная идентификация. Принцип используется два или более биометрических и небиометрических признаков личности для повышения безопасности. Преимущество – это усложнение процесса поделки, так как злоумышленник должен поделать несколько факторов. И пример – это сочетание сканирования лица и ввода пин-кода для доступа к устройству. И отменяемая биометрия – это принцип преднамеренное искажения биометрических данных при регистрации и идентификации, чтобы сделать их непригодными для использования в других системах. Преимущество – защита от кражи и несанкционированное использование биометрических данных. Как пример – это использование искаженного изображения сетчатки глаза для аутентификации, и квадраты случайным образом перемещаются, создавая уникальный пазл из изображения популярного узора. В заключение хотелось бы сказать, что биометрия представляет уникальные возможности для повышения безопасности и удобства во многих сферах. Но важно учитывать ее ограничения и риски. Необходимо принимать меры для защиты биометрических данных от несанкционированного доступа. Технология биометрии продолжает развиваться, обещая ее более надежные и удобные решения для идентификации и аутентификации. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну да. Так. Генералов. Здравствуйте. Успокойный генералов. Кажется, должно быть видно, да? Да, видно все. Давайте на весь экран. Кажется, более весь на него не получается. Не получается. Ну давайте так. Итак, я рассказываю сегодня про систему BGP, которую мы слегка уже слышали. И это как система работы с шифрованием, она должна обеспечивать две задачи. Первое, это конфиденциальный данных. То, что данные, которые мы посылаем, не будут расшифрованы кем-то, кроме того, кому мы это посылали. И для этого мы используем симметричное шифрование, вроде различных AES, DS, SACI-20, или их более запомненных, кузнечики, если хотите, гостовые. И затем протокол установления общего ключа. То есть, мне нужно сгенерировать такой секрет, что никто, кроме тебя и меня, не знает его. И затем мы используем его в симметричном шифровании для того, чтобы отправить информацию до шифров. Но затем, после этого, вопрос, действительно ли я отправил эту информацию тому, кто ей должен быть. И для этого мы используем различную аутентификацию с помощью цифровой подписи и сертификата. Сертификаты проверки публичных ключей используются в системах с публичным ключом, и это специально сформированные сообщения. Во-первых, они содержат сам публичный ключ, который мы удостоверим. Затем там есть идентификационные данные, как, например, если мы говорим про сертификат веб-сайта, это домен веб-сайта, если это квалифицированная электронная подпись, это филу человека и ИНН, ИСНИЛС и т.д. И какие-нибудь метаданные, которые говорят, что, например, этот сертификат готовят черену. Затем вся эта информация подписана кем-то еще, кому не доверяем. В традиционной ПКИ-инфраструктуре, которую нам уже тоже сегодня рассказывали, этот кто-то доверенный, это корневой УЦ. Корневой УЦ мы ему доверяем просто потому, что доверим. Они, в частности, передаются в зашитых списках браузеров и операционных системах. Корневой УЦ имеет сертификат, который он подписал своим собственным ключом. Это то, что значит стрелочка, идущая от него к нему. Затем он сделает другие подписи на подчиненных УЦ и, может, еще на конечных сертификатах. Подчиненные УЦ, соответственно, это особенный сертификат, которому наделено право делать подписи другим сертификатом. И подчиненные УЦ чаще всего уже делают сертификаты на конечные сущности. Как, например, если это WebPTI, то корневые УЦ будут какими-нибудь большими организациями вроде АСРГ, подчиненные УЦ будут какие-нибудь E-CNP, и листовые сертификаты будут ДНО 2.0. В ПИТА инфраструктуре если хакер взломает мой сайт и получит доступ к этому листовому сертификату, или если он взломает мой компьютер и получит доступ к моему квалифицированному электронному сертификату, например, то тогда проблема сравнительно ограничена. Только один листовой сертификат перестает быть надежным, и мы его заменяем, и вся остальная часть системы работает нормально. Если хакер сможет взломать подчиненные УЦ, то когда мы об этом узнаем, конечно, мы должны перестать доверять ему, но из-за цепочки доверия мы должны также перестать доверять всем тем подписям, которые он создал. И поэтому компрометация подчиненного УЦ сравнительно проблем. Компрометация корневого УЦ это еще большую проблему, потому что тогда все дерево подписей становится недоверенным. И такая ситуация вполне может обанкротить компанию, которая этим занимается. Как, например, какой-нибудь дегенотар компании в уже забыл в какой стране, которая имела много клиентов довольно доверяющих видов, которые получали от них сертификаты для своих сайтов, а тем они их взломали и каким-то образом они выпустили сертификат для Гугла, который использовался в Иране для того, чтобы взломать пользователей Gmail, а тем клиенты сильно обиделись, потом они перестали быть их клиентами, и теперь компания дегенотар не существует. В ОПГП говоря, там используется другая инфраструктура, распределенная сеть доверия Web of Trust. Сначала каждый пользователь создает свой собственный сертификат и сам подписывает, то есть сам становится себе у Центра. После этого я, например, в Центре могу добавить подписи чужим сертификатам. Например, я доверяю, что мои друзья это мои друзья, и я делаю им подписи, и теперь я доверяю их сертификатам. А их друзья могут сделать подписи своим друзьям, и в итоге будет транзитивная сеть доверия с разными путями между сертификатами. И затем, если хакер взломает мой собственный сертификат, то тогда другие пользователи сети могут перестать доверять ему, и следовательно всем подписям, которые он создал, но те подписи, которые являются частью сети, сравнительно ограничены. И более того, там как стандартная фича, вместе с сертификатом генерируется сертификат отзыва, специальное сообщение, которое если я опубликую, то все клиенты автоматически перестанут доверять всем моим подписам, как будто их нет. Таким образом, я могу выключить свой собственный сертификат и ограничить дальнейшие проблемы. Это, соответственно, мощная опция, используется только в экстренных случаях, но она там есть. Говоря о транзитивности доверия, как это работает. Пусть у нас есть несколько пользователей, которые вначале сгенерировали себе свои собственные сертификаты. Алиса доверяет своему сертификату и не доверяет никому другому. Поэтому, если я опубликую сертификат, который говорит, что вот мой email такой-то, как мы знаем, что это действительно я сказал, а не какой-то злоумышленник, который притворяется мной? Сначала Алиса доверяет только своему ключу, потому что она не ее сход, и не доверяет никаким другим. Но если она сделает подпись Богу, то тогда теперь у Боба есть какое-то доверие, мы доверяем его сертификату, доверяем, что он это он. Если Бог доверяет Сергею, то он сделает такую подпись от Бога к Сергею, и теперь Алиса по цепочке доверяет Сергею. И аналогично если Сергей сделает подпись Даниилу, то тогда по четырем компонентам цепочки мы доходим до моего сертификата, следовательно скорее всего Бог проверил, что Сергей правильный, Сергей проверил, что Даниил правильный, соответственно можно более-менее доверять, что я действительно сказал правду. Но такая цепочка не может длиться вечной. Если я после этого сделаю еще одну подпись на еще какой-то сертификат, то тогда несмотря на то, что он в связанном дереве, он настолько далеко находится от источника доверия, что Алиса не может быть полностью уверена, что кто-то по этой цепочке не ошибся в сертификации. И там довольно хитро вообще это опрабатывать по сравнению с традиционной веб-пти инфраструктурой, потому что если например Бог сделает подпись к Даниилу, то это внезапно делает более коротким путь от Алисы к Екатерине, поэтому теперь сертификат Екатерины становится доверенным, несмотря на то, что эта операция не участвовала с сертификатом Екатерины. И это в частности почему веб-от крафт-инфраструктуры не слишком часто используются, они сложнее для автоматического анализа доверия. Они лучше подходят для каких-то ситуаций, когда ты встречаешься с людьми лицом к лицу, поэтому давайте это сделаем. Для того, чтобы улучшить связность сети, для того, чтобы было больше доверия, люди собираются вместе на так называемые кейс-анин-парты. План такой, сначала мы проверяем паспорт другого человека, что передо мной действительно Даниил Генералов, после этого я смотрю на его публичный ключ, сертификат его собственный, что в нем написано, что это Даниил Генералов. Если я проверил это, значит я могу сказать остальным, что я это проверил. И как я это говорю, это я создаю подпись от своего сертификата к его сертификату и публикую. И иногда просто так на улице это неудобно, поэтому люди записывают эту информацию на бумажке и затем делают в оффлайновом режиме с своим домашним хсмом, где они хранят этот ключ, так так. Изначально ПГП использовался для шифрованной электронной почты, поэтому все идентификаторы пользователей там емэклили. Но по мере развития и в частности когда был изобретен стандарт OpenPGP и реализация ГПГ, стали использоваться другие задачи. Чаще всего они связаны с проверкой код. Как например в GitHub и в любом другом ГИТе. Если я хочу проверить, что тот код, который я опубликовал, это действительно мой, потому что подделать сообщение и что написано в коммите сравнительно 3-0, там есть даже библиотеки для этого. Если ты хочешь быть уверенным, что это именно Даниил Генерал опубликовал и написал код, то можешь проверить, что есть подпись от него. Соответственно, также подписи можно использовать на готовом ДО, когда ты скачиваешь его из репрессивов. Как например, если ты скачиваешь пакет из зеркала Дебиана, как ты знаешь, что это настоящий пакет от Дебиана, а не поделанный владельцем зеркала. Таким образом, эта подпись становится фактически открепленным доказательством аутентификации таким же, как было бы в HTTPS, но без HTTPS. И это тогда можно сохранять на кэширующих серверах и легче анализировать трафика. Ну и говоря про проверку УПО, мы можем проверять исполняемые фактики. В Windows и Mac X, если ты запускаешь программу, иногда тебе говорят, что она недоверенна выездать. Это значит, что у нее нет подписи или эта подпись неизвестна. Там все работают по традиционной архитектуре. Microsoft создает УЦ, который выпускает сертификатор разработчикам и разработчики подписывают свое приложение. В Linux это не так. В Linux есть модуль Dixic, который в Ядре выполняет проверку с помощью ГПД. К сожалению, его разработка закончилась в 2014 году, поэтому в основном Linux вы этого больше не найдете, если кто-нибудь не захочет это выговорить. Но в Astralinux, которая параноидальная защищенная дистрибутив для гостайны, там это используется как компонент их закрытой программной среды, для того, чтобы если у экзешника нет подписи, то этот экзешник не будет запущен. Фиг знает, как они получили сертификацию FST, и также не нарушают копирайты тех, кто написали Dixic изначально, но это уже не мой вопрос. Соответственно, у PGP есть некоторые недостатки, как, например, по дефолту используются ключи RSA, которые и так большие, а плюс то, что называется публичный ключ GBG, на самом деле сертификат, содержит дополнительные метаданные, поэтому сами эти ключи большие и тяжело их экспортировать и двигать между машинами. Для этого существует K-сервера, где ты можешь найти этот ключ по короткому отпечатку, который можно наконец напечатать на какую-нибудь виду. Также у GPG, в отличие от каких-нибудь современных месседжеров или TLS, нет того, что называется совершенная прямая секретность. Это значит, что если мой ключ утечет, то тогда можно расшифровать всю историю переписки. И эту историю переписки можно было перехватить по поводу, что есть некоторая индикация, что различные государства делают и сохраняют всю электронную почту, которая проходит через их границы. Если мой ключ утекает, значит все эти архивы внезапно становятся доступными. И наконец пользоваться этим всем сложно между сетью доверия большими ключами, тем, что нужно вручную проверять насколько я доверяю этому человеку и насколько я доверяю, что этот человек проверяет других людей правильно, и из-за этого это не настолько сильно используется, противности. Поэтому, если кто-то хочет это исправить, спасибо за внимание, я был генерал сфоткать мой отпечаток публичного ключа, который вы можете скачать на всех хороших фейсеров. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Правда, зачем вы островенек сругали? Ну, ладно. Это потому, что приходится с ним работать на работе. для того, чтобы наш дистрибутер собрался на нем, нужно через целых три машины, чтобы он прошел, и каждая поставила свой подпись. Я согласен. Раньше он назывался ОС МСВС Операционная система вооруженных сил, но система мандатная там действительно вызывает очень много нареканий. В этом смысле система мандатная Агентства национальной безопасности США намного лучше сделана. Там более продуманные люди сидели, хотя вначале тоже была корявая. Но что есть, то есть. Это изменить невозможно. Спасибо. Тараканов Борис Александрович отсутствует. Донзанова Саяна Зариктоевна. Здравствуйте, я здесь. Давайте. Включаю демонстрацию. Все хорошо у меня. Да, на весь экран пожалуйста. Меня зовут Донзанова Саяна, я студентка группы НПИ 0121 и тема моего доклада цифровая подпись. Целью данного доклада является рассмотрение понятия цифровой подписи, ее основных функций, механизмов работы, а также преимуществ и недостатков. Что-то у меня не листается ничего. Еще раз. Вот так. Ага. Цифровая подпись это криптографический метод, позволяющий подтвердить подлинность и целостность цифровых данных. Она является уникальной и сгенерирована на основе криптографических алгоритмов. Цифровая подпись базируется на использовании ключевой пары закрытого и открытого ключей. Закрытый ключ используется для создания подписи, а открытый соответственно для ее проверки. В своем докладе я выделила три основные функции. Первая это аутентификация, вторая целостность и третья неотказуемость. Далее по мере прослушивания моего доклада станет, я думаю, понятно, почему именно эти функции являются основными. Рассмотрим поподробнее механизм работы. Процесс создания и проверки цифровой подписи основан на асимметричном шифровании, где используются, как я ранее сказала, закрытые и открытые ключи. Однако же шифровать весь документ было бы конечно неудобно и поэтому шифрует сколько его хэш. Хэш это небольшой объем данных, он привязан к документу и идентифицирует его в целом. Механизм хэширования строго определен и является общеизвестным. Также шифрованный хэш является электронной подписью. алгоритм работы состоит из двух этапов. Первый это создание подписи. Здесь отправитель рассмотрим схему. Отправитель документа использует хэш функцию, чтобы создать хэш. Хэш является уникальным для каждого сообщения. состоит из набора символов фиксированной длины. Далее этот хэш шифруется с использованием закрытого ключа отправителя и в результате получается цифровая подпись. Само сообщение остается открытым, а подпись передается вместе с ним. Второй этап это проверка подписи. здесь уже получатель сообщения с помощью такой же хэш функции вычисляет хэш от полученного сообщения. Далее получатель расшифровывает цифровую подпись и пользует для этого открытый ключ отправителя и затем уже получает хэш с генерированным отправителем. И если полученный хэш совпадает с расшифрованным хэшем, то у нас все хорошо, никакие правки не были внесены и подпись можно считать подлинной. Хочу добавить, что я видела тему доклада механизмы цифровой подписи, поэтому как-то не стала сильно рассматривать алгоритмы, больше хотела взять изглупе вширь. Поэтому рассмотрим управление ключами, так как открытый ключ находится в свободном доступе, нужно убеждаться, что он действительно принадлежит владельцу. И для защиты ключей от подмены используются сертификаты. Они как раз-таки удостоверяют данные владельца, бывают централизованными и децентрализованными. в децентрализованных системах пользователи создают некую сеть доверия и подписывают там сертификаты друг друга. В централизованных же системах за это отвечают сертификационные центры, которые поддерживаются какими-то доверенными организациями. Перейдем к закрытому ключу. Он является наиболее уязвимой частью криптосистемы цифровой подписи. И если злоумышленник получит доступ к нашему закрытому ключу, то он сможет подделывать подписи от нашего имени. Поэтому, конечно, очень важно обеспечить надежное хранение нашего ключа. И для этого существуют такие устройства, как смарт-карты, USB-брелоки, touch-memory, таблетки и именно защищенная память компьютера. Удобство использования этих устройств заключается в том, что после обнаружения кражи или потери мы не сможем быстро отозвать сертификат, и никто не сможет подделать нашу подпись. Просмотрим некоторые примеры атак. Во-первых, зломышленник может получить доступ к нашему закрытому ключу и сможет подписывать какие-то нежелательные для нас документы. Это может произойти, если мы будем хранить свои ключи на недостаточно защищенных устройствах или же если мы будем пользоваться какими-то сомнительными или вредоносными программными обеспечениями. Далее зломышленники также могут попытаться взломать алгоритмы, на которых обновлена наша цифровая подпись, но в целом современные криптографические алгоритмы можно считать достаточно надежными и поэтому вероятность взлома достаточно мала. Также зломышленники могут выпустить поддельный сертификат для ключа, притворившийся сертификационным центром и опять же смогут создавать поддельные подпись. Если не будет должной защиты сертификационных центров, это может произойти. И также мошенники могут обманным путем просто нас заставить подписать документ, который мы вовсе-то и не собирались подписывать, и таким же обманным путем могут получить доступ к нашему закрытому ключу. Ну и чтобы защитить это так, нужно надежно хранить закрытые ключи, использовать многофакторную аутентификацию, постоянно проверять и улучшать криптографические алгоритмы, ну и в худшем раскладе быстро отзываются сертификаты, чтобы нашу подпись не украли. Цифровая подпись имеет ряд преимуществ, таких как высокий уровень безопасности, гарантия целостности данных, неотказуемость, наличие подписи доказывает, что действительно мы подписали документ. и благодаря использованию закрытого ключа подпись не будет подделана. Ну и на сегодняшний день цифровая подпись имеет широкое применение. Несмотря на все преимущества, также, конечно, есть недостатки. Это необходимость защиты закрытого ключа, сложность ее инфраструктуры, конечно же, возможность устаревания алгоритмов. определенные требования к сертификации. Ну и в заключение хочется сказать, что цифровая подпись это мощный и надежный инструмент для обеспечения безопасности электронных данных. Ее использование гарантирует подлинность, целостность, неотказуемость информации, что особенно важно на сегодняшний день. И несмотря на некоторые недостатки, цифровая подпись уже стала важной частью многих областей деятельности, и ее роль в будущем будет только возрастать. у меня на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Большое спасибо. Значит, у нас на сегодня доклады, я вижу, завершены. Нет, не совсем. А вы кто? Старков Никита Алексеевич. А вы какое направление? Криптография. Какое направление у вас? НПМБД 0.2.21. НПМБД это что, 0.1? Прикладная математика, вторая группа. Прикладная математика и информатика. Старков. Старков, Старков. Что я вам поставил? Сейчас я посмотрю. У вас есть, нету рекомендации к выступлению, поскольку вы ничего, ни один файл не прикрепили. Можно, пожалуйста, сейчас я подчеркну? Да, выступите, пожалуйста, если хотите, но файлов у вас нету все равно. Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, вот я два часа ждал, чтобы как раз уточнить. Я на гитхабе прикрепил абсолютно все файлы. Надо файлы прикрепить к ответу. Ну, я возможно... Надо файлы прикрепить к ответу. Дмитрий Сергеевич, пока МИТа можно посмотреть. Почему все делают как надо, а вы считаете, что можете сделать... Я прошу прощения, что проглядел этот момент, но я старался делать эту презентацию, и МДшные файлы к Туису не прикрепляются, ПДФные. Ну, вот я забуду вам поставить оценку за эти файлы. Давайте, показывайте. Дмитрий Сергеевич, показывайте, показывайте, показывайте. Я же сделал, старался. Показывайте. Сейчас покажу. Экран видно? Да. Сегодня подготовил доклад на тему квантового шифрования и квантовой передачи информации. Первое, с чего бы хотелось начать, это с квантовой криптографии. Это подраздел криптографии, который использует принципы квантовой механики для обеспечения безопасности при передаче информации. Традиционно криптографическая безопасность основывается на математике и учитывает разработанные ограничительные вычислительные способности. Взлом криптографического кода потребовал бы разложения чрезвычайно больших чисел на два простых числа, обычно длиной более 100 цифр, что считалось невозможным за разумное время менее миллиона лет, даже если бы все доступные сегодня компьютеры работали. Квантовая криптография, использующая фотоны и опирающаяся на законы квантовой физики, вместо чрезвычайно больших чисел является передовым открытием, которое, кажется, гарантирует коэффициальность даже при наличии подслушивающих устройств с неограниченными вычислительными возможностями. Далее, современные методы шифрования могут быть подвержены атакам со стороны мощных компьютеров, таких как квантовые. Это вызывает необходимость в разработке более защищенных систем. Классические методы криптографии, основанные на математических сложностях, могут быть нарушены с помощью квантовых алгоритмов. Квантовые системы требуют высоких технологий и значительных ресурсов для их создания и поддержания, что может затруднить их внедрение в повседневную практику. И также на данный момент не существует общепринятых стандартов для квантового шифрования и передачи информации, что затрудняет интеграцию этих технологий в существующих системах. Соответственно, какие у нас могут быть цели? Это создание новых алгоритмов для квантового шифрования, которые обеспечивают высокий уровень безопасности для передачи данных. Также оценка существующих криптографических систем на предметах устойчивости к квантовым вычислениям и разработка новых подходов для повышения их защиты. Также создание протоколов квантовой передачи и анализ практической применимости, то есть оценка реальных сценариев использования квантового шифрования и передачи информации в различных отраслях. Гипотезы. Квантовое шифрование обеспечивает более высокий уровень безопасности, квантовая передача информации может быть реализована в реальных условиях, также предполагается, что более сложные квантовые алгоритмы шифрования будут более устойчивы к атакам со стороны квантовых компьютеров. Какой же алгоритм работы квантовой криптографии? Для начала хотелось бы сказать, что квантовая криптография была успешно продемонстрирована в лабораторных экспериментах и в настоящее время используется в ограниченном количестве коммерческих приложений в рамках тестирования. Например, это безопасные банковские и финансовые операции, также это оборонные предприятия и электроэнергетические сети. Для обеспечения безопасности передачи информации используется протокол BB84, который разработан Чарльзом Беннетом и жильем Простардом в 1984 году. Протокол включает использование случайно выбранных базисов для измерения состояний кубитов. Кубиты – это основная единица квантовой информации, аналогичная классическому виду. Процесс передачи информации в квантовой криптографии основан на двух основных принципах. Невозможности измерения состояния квантовой системы без изменения этих состояний и невозможности создания копий квантовых состояний. Таким образом, при попытке перехвата и прослушивания информации ее состояние изменяется, что может быть замечено. Итак, давайте более подробно по поводу алгоритма. Пусть у нас будет отправителем Алиса и получатель Боб. Они имеют устройства, которые могут создавать запутанные частицы. Алиса отправляет одну из запутанных частиц, а другая частица остается у Боба. Алиса кодирует свое сообщение, измеряя состояние вращения своей частицы и отправляет эту информацию Бобу. В свою очередь Боб декодирует сообщение, сравнивая состояние своей частицы с состоянием отправленной частицы. И если кто-то попытается перехватить сообщение, например, Ева, то процесс измерения частицы изменит ее состояние, предупреждая Алису и Боба о том, что сообщение было скомпрометировано. Какие же есть достоинства у квантовой криптографии? Первое, это обеспечивает безопасность, поскольку опирается на фундаментальные принципы квантовой механики. Это гарантирует, что ни один злоумышленник не сможет перехватить или изменить зашифрованные данные, не будучи обнаруженным. Позволяет безопасно распространять ключи шифрования, гарантирующие безопасный обмен ключами и не может быть перехвачен третьей стороны. Это устраняет риск перехвата или угадывания ключей, существующих в традиционных методах. Также данный метод считается ориентированным на будущее, поскольку неуязвима перед потенциальными достижениями в области квантовых вычислений, которые могут нарушить традиционные методы шифрования. Используя принципы квантовой механики, она предполагает безопасное решение для долгосрочной защиты данных. Используя квантовые ключи, гарантирует, что отправитель и получатель, а также любые посредники могут безопасно аутентифицировать друг друга. Это помогает предотвратить несанкционированный доступ и защищать от атак типа человек посередине. Что же по поводу недостатков? Протоколы КРК ограничены максимальным расстоянием, на который они могут быть реализованы. Это связано с потерей квантовых состояний через передающую среду. После определенного расстояния количество потерь уже становится слишком большим и надежно установить безошибочное распределение ключей становится довольно-таки трудной задачей. Также для реализации квантовой криптографии требуется сложное и высокочувствительное оборудование. Установка и обслуживание таких систем на самом деле будет довольно-таки торгостоящим и сложным делом. Стоимость систем квантовой криптографии может быть значительно выше по сравнению с традиционными криптографическими методами. Квантовая криптография не защищена от всех возможных атак. Уязвимости могут существовать в реализации криптографических протоколов, а также потенциальные недостатки в используемых физических устройствах или методах измерения. Квантовая криптография исходит из предположения, что инфраструктура, используемая для передачи и получения квантовых состояний, является безопасной и надежной. Любая компрометация в этой инфраструктуре, например, вмешательство в среду передачи или атака на аппаратные компоненты, может подорвать эти гарантии безопасности, которые обеспечиваются квантовой криптографией. И также квантовая криптография еще несовместима с существующими классическими криптографическими системами, что создает проблемы с точки зрения интеграции протоколов в существующие системы связи. Ну и это требует значительных обновлений или вообще отдельной инфраструктуры, которая предназначена для квантовой связи. Что же касательно будущего? В будущем квантовая криптография может стать неотъемлемой частью современной криптографической инфраструктуры. Квантовые компьютеры находятся на ранних стадиях и нуждаются в дополнительной разработке, прежде чем широкая аудитория сможет начать использовать квантовую связь. Обычная криптография симметричных ключей может быть подвержена угрозам со стороны квантовых компьютеров, однако исследования работают над разработкой новых квантово-безопасных методов шифрования, устойчивых к атакам квантовых компьютеров. Ну, как и со всеми новыми технологиями, будущее квантовой криптографии также будет сопряжено с вызовами и преградами, и необходимо будет разработать и внедрить стандарты квантовой криптографии, чтобы обеспечить совместимость и безопасность систем. Ну, и в заключении хотелось бы сказать, что обобщить квантовую криптографию является по сути новым подходом к обеспечению безопасности информации, который основан на фундаментальных принципах квантовой механики. Он предполагает новые методы шифрования передачи данных, которые потенциально более устойчивы к атакам и взлому, чем классическая криптография. Тем не менее, квантовая криптография предлагает новые возможности для создания безопасных систем передачи информации. В долгосрочной перспективе с развитием технологий и уровнем их доступности квантовая криптография может стать всемирным стандартом для обеспечения безопасности интернет-коммуникаций. У меня все. Спасибо за внимание. Очень оптимистично. Ну, хорошо, да. Спасибо. Так, еще кто-то хотел что-то высказать? Да, Прищепов Александр, у меня тоже доклад на сегодня, группа НПМБД 02-21. Видео вы не выложили. Не оформлен ни доклад, ни презентация. Имейте в виду в Маркдауне? Ну, презентацию вообще стырили. Она чужая, да. К вам никакого отношения не имеет. Вообще, ужас какой-то. Ну, давайте послушаем вас, конечно. Так, сейчас. видно? Видно? Да. Цифровая подпись. Цифровая или же электронная подпись это реквизит электронного документа, подтверждающий ее принадлежность автору и фиксирующий любые изменения, внесенные в документ после его подписания. Федеральный закон номер 63 об электронной подписи от 6 апреля 2011 года определяет ее как совокупность цифровой информации, присоединенной к электронному документу и подтверждающей его подлинность. Виды электронной подписи. Простая электронная подпись представляет из себя логин и пароль, используется для авторизации и аутентификации пользователя в интернете или различных автоматизированных сервисах. Неквалифицированная электронная подпись подойдет для внутреннего или партнерского электронного документа оборота. Квалифицированная электронная подпись равнозначно рукописной, придает документам юридическую значимость, имеет высокую степень защиты информации, а также данный вид подписи подходит для сдачи электронной отчетности. Принцип работы электронной подписи. Электронная подпись работает по асимметричному принципу шифрования, то есть документ зашифровывается с помощью закрытого ключа, а подписание документа производится в несколько этапов. Первое хэш документа шифруется с помощью закрытого ключа, затем полученная подпись добавляется к документу, и к документу прикрепляется сертификат проверки. Сертификаты, выдаваемые удостоверяющим центром, также подписываются с помощью электронной подписи, поэтому подменить сертификат невозможно. На сайте удостоверяющего центра, как правило, можно скачать открытый ключ проверки, хэш которого должен совпадать с хэшем открытого ключа владельца, таким образом доказывая его достоверность. Расшифровывается с помощью открытого ключа. Как происходит подписание документа с помощью электронной цифровой подписи? Система подписания документов с помощью электронной подписи выглядит следующим образом. Электронная подпись присоединяется не к цифровому документу. Электронная подпись ставится на его сжатую версию, хэш. Таким образом сокращается время шифрования, так как хэш файла весит меньше, чем сам файл. Для создания хэша применяются криптографические хэш-функции. При данном способе объемный текст файла не делится на отдельные модули и сохраняет свой порядок. После создания хэша закрытый ключ его шифрует и передает получателю вместе с сертификатом электронной подписи. Открытый ключ электронной подписи адресатор ошифровывает информацию и проверяет подлинность сертификата отправителя. Кому необходима электронная подпись? Использовать электронную подпись могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. В некоторых случаях электронная подпись – необходимость. Сдача отчетности в государственные контролирующие органы для большинства категорий налогоплательщиков возможно только в электронном виде. Для участия в электронных торгах также нужна электронная подпись. В иных случаях электронная подпись не является необходимостью, но существенно упрощает документооборот и процесс получения многих других услуг. Применение электронной подписи во многом зависит от ее вида, каждый из которых отличается от других процессом формирования и областью возможного использования. Выводы. Использование электронной подписи позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на оформление сделки и обмен документацией, усовершенствовать и удешевить процедуру подготовки, доставки, учета и хранения документов, гарантировать достоверность документации, минимизировать риск финансовых потерь за счет повышения конфиденциальности информационного обмена, а также построить корпоративную систему обмена документами. Подделать электронную подпись невозможно. Это требует огромного количества вычислений, которые не могут быть реализованы при современном уровне математики и вычислительной технике за приемлемое время. То есть пока информация, содержащаяся в подписанном документе, сохраняет актуальность. И используемые источники. Презентацию я не копировал, просто можете проверить, что информацию... Спасибо, ну, конечно, да, мы эту презентацию уже видели сегодня. Наверное, у вас ее скопировали в один-в-один. Хорошо, спасибо. Не может быть такого. Хорошо, спасибо. Все. На сегодня мы завершаем наше занятие. До свидания. Дмитрий Сергеевич, а можно вопрос по поводу теста? Если баллов хватает, то присутствовать все равно нужно. Пишите мне письмо на корпоративную почту, что вы согласны с баллами, количество баллов, и просите, чтобы вы не присутствовали на этом. И все. Хорошо, поняла. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.